В городском округе Люберцы продолжается медиа-неделя. Еще одним событием в рамках этого проекта стал выход в свет первого журнала об истории врачевания «Здоровый округ. Люберецкий округ». На презентации нового издания работала наша съемочная группа. Разрешите искренне поздравить нас всех с таким мероприятием, с выпуском такого журнала, еще и в такой для нас важный год, 400-летия нашего городского округа. Новое издание – очередной подарок люберчанам к юбилею города. Главный редактор журнала Наталья Феоктистова, действующий главврач, член общественной палаты городского округа Люберцы, где она курирует вопросы здравоохранения. Идея создания журнала родилась давно, но только после огромной проделанной работы – выпуск в руках читателей. Я очень поддерживаю Наталью Львовну и всю команду, которая готовит этот журнал к выпуску. И очень рада этой инициативе, потому что считаю, что крайне важно говорить о теме здоровья с позиции людей, практиков. Память о наставниках, победах над болезнями и достижениях прошлых лет будет запечатлена на страницах журнала. Исторические моменты появления больниц в Люберцах. В первом номере журнала сделали акцент на врачах, которые работали в городском округе еще в довоенное время. Цель – сохранение истории. Во-первых, врачевание на территории Люберецкого округа Люберцы. И, конечно, каждому было бы важно знать о том, как правильно сохранить здоровье, как ухаживать за ребенком, как что-то новое появляется в здравоохранении. И это будет первоисточник. В журнале «Люберецкие врачи» делятся полезными советами. Как вести правильный образ жизни, как оказать первую медицинскую помощь и как сохранить свое здоровье. Также на страницах нового издания можно узнать о профилактике различных заболеваний.